Муниципалитеты Тверской области в нынешнем году получат областную и федеральную поддержку на проведение капитальных ремонтов зданий и укрепление материально-технической базы местных учреждений культуры. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства, прошедшем во вторник. В текущем году в Верхней Волжию выделены федеральные средства на проведение капремонтов в четырех сельских учреждениях в рамках нацпроекта «Культура». Финансирование получат ДК в Днелидовском городском и в Лихославльском муниципальном округах, а также в Старецком районе. Кроме того, областные средства выделят на проведение аналогичных работ в домах культуры в Зато-Озерной, Конаковском, Санковском районах, Вышневолодском, Осташковском и Удомельском городских округах, а также Весегонском, Лесном и Лихославльском муниципальных округах. Видим, что есть районы очень активные. Я очень ценю и я как председатель правительства выражаю славу благодарности руководителям этих муниципалитетов. Муниципалитетов – это глава Старецкого района, глава Андреапольского, Вышневолочок. Они молодцы, они очень активно участвуют в программах. Помимо капремонта, дома культуры в муниципалитетах получают новое оборудование, сценические костюмы, кресла и другое необходимое оснащение. Особую поддержку обеспечат детским школам искусств в районах. Там тоже проведут ремонты. 16 сельских учреждений в 11 муниципалитетах получат денежные поощрения за лучшую организацию культуры на селе. Между тем, есть целый ряд территорий, особенно на Северо-Востоке, где недостаточно активно подают заявки на финансирование. Губернатор отметил, что он готов организовать даже второй тур по приему проектов. Лишь бы эти ДК получили средства на модернизацию. Чтобы вместе с приходом газификации у нас и была возможность развития инфраструктуры, где можно иметь дополнительное образование, где дети могут заниматься, где старшее поколение занимается, где можно провести общественные мероприятия, праздники. И это должно быть на хорошем, достойном уровне. Поэтому будем подтягивать эти муниципалитеты. Кроме того, стоит отметить, что продолжается работа по комплектованию библиотек. В 2022 году поддержку на пополнение книжных фондов получат 241 учреждения в 17 муниципальных образованиях. Всего предусмотрена закупка более 10,5 тысяч книг.